В Нижнесартымском Сургутского района в срок сдали новое здание школы. Больше тысячи учеников 1 сентября сели за парты. Образовательное учреждение построили по концессионному соглашению, когда местные власти и инвестор на взаимовыгодных условиях возводят социальные объекты. В открывшейся новой школе сегодня побывала губернатор Югры Наталья Комарова. Подробности в следующем сюжете. Очки виртуальной реальности, которые используют ученики Нижнесартымской школы, позволяют строить, конструировать и даже проводить хирургические операции. Но это все проекция. Еще два года назад образовательное учреждение тоже существовало только на бумаге. Строители столкнулись с подорожанием основных материалов. Арматуры и щебня помогли окружные власти. Нам добавили половину от увеличения цены, так скажем. Но этого хватило для того, чтобы остаться на плаву и рассчитаться с долгами, и с подрядчиками, и с поставщиками. Сейчас это современное здание школы, в которой уже проводятся занятия. Губернатор округа Наталья Комарова во время рабочего визита в Сургутский район успела побывать в новом образовательном пространстве. Здесь четыре спортивных зала и свой бассейн. Второй во всем Нижнесартымском. Для него успели закупить немецкую систему очистки воды. Без хлора. Губернатор обратила внимание на то, что аналоги комплектующих на импортную технику стоит начать искать уже сейчас. Вот эта вот первая лекарь пройдет, потому что мы долго ждали, хотели и так далее. А потом так строго присматривайтесь, когда мы все заработали. Договорились. По условиям соглашения в ближайшие пять лет обслуживание здания на плечах консессионера. И тут уже позаботились о безопасности как самой школы, так и тех, кто будет сюда приходить. А на какие пульты передаются? Автоматически через ТМД МАП передается на ленторскую пожарную часть. Мы принимаем сигнал без участия человека. Все школьники в Нижнесартымском теперь будут учиться в первую смену. Но во второй половине дня и по субботам им доступны различные кружки и секции прямо в образовательной. Сейчас не только в Югре, по всей России стараются увеличить число таких учреждений. 2,5 миллиона человек составляли на программу «Единая Россия», где 1300 школ по стране сейчас находятся в стадии строительства. И многие школы реконструируются для того, чтобы детки учились в одинаковых условиях. Следующий распахнет свои двери для учеников школы в Солнечном, в Сургутском районе. С ее вводом в сельском поселении также все дети будут получать знания по основным предметам в первую смену. Наталья Соловьева, Владимир Гань, за телерадиокомпания «Югра», Сургутский район. Субтитры создавал DimaTorzok